Встретить экскурсовода уникальной передвижной выставки представители власти вышли на улицу. Архимандрит Порфирий – фигура, значимая в православном мире, наместник крупнейшего в России монастыря. Александр Бударин, предварив открытие, отметил, что приезд святынь и реликвий Соловков в Орел имеет помимо религиозного, еще и просветительский характер. Соловецкий монастырь – это веками создававшийся обитель, который, с одной стороны, явил славу православию, с другой стороны, оказался болевой точкой. И не только в 20 веке. Архимандрит Порфирий отметил всех организаторов выставки почетными грамотами. Уникальный проект проехавший крупнейшие города страны торжественно открыли для первой экскурсии, перерезав красную ленту. После чего настоятель Соловецкого монастыря перешел к главному – знакомству горожан с историей, ставшей национальным достоянием. История мирового культурного наследия, такой статус имеют славки с 1992 года, началась в 15 веке. За ересь ссылали на славки при царском режиме, за инакомыслие и веру в эпоху социализма. Только половина доживала до окончания срока заключения. За весь период существования тюремного режима Соловецкого лагеря в нем побывало более 80 тысяч заключенных. Но несмотря на страшные страницы истории, славки стали памятником веры. Здесь умирали и выживали с именем Бога на устах. Святыни Соловецкого монастыря во все времена привлекали массу паломников. Побывать на славках раньше считалось то же самое, что посетить святую землю. 45 тысяч паломников регулярно посещают славки в летние месяцы. Для тех, кто не сможет приехать, специально привезли святыни. Крест преподобного Саватия, это из его личных вещей, который находился на славках с 15 века, был обретен с игуменом Филиппом Калычевым, будущим митрополитом московским. В числе реликвий и две иконы, основателей монастыря и новомучеников, частицами мощей. Эти святыни в данный момент находятся в Ахтырском соборе. Алла Новоженина, Олег Фомин, телеканал Первый областной.